Девушки отдыхают В ожидании паводка? Снег убираем, бровку делаем Какие казанские поселки в зоне подтопления Анна Городнова? Весна идет к призыву дорога Проходим службу, пожалуйста, все дороги на него открыты Сколько татарстанцев призовут на военную службу, узнал Дмитрий Иринин Зеленодольские ети Я вижу некую фигуру, но эта фигура может кто угодно В сети появились фотоподтверждения со снежным человеком в Татарстане Стоит ли им доверять? Ситуацию изучил Рамиль Шайдулин Старый амбар погубил мангал Сегодня спасатели озвучили причину мощного пожара в казанском трактире Напомним, он загорелся в ночь на воскресенье Основная и пока единственная версия вспышка жира в вытяжке над мангалом За ходом расследования следит прокуратура Алина Бережная сегодня побывала на месте пожара и узнала, что спасло людей Разбитые стекла, обугленная крыша и сорванная кровля Так сейчас выглядит трактир Старый амбар Это сегодня больше 30 сотрудников своими силами разбирают последствия пожара А где работать завтра неизвестно Со дня пожара прошло два дня Недкий запах гари до сих пор стоит в воздухе Сейчас работники пытаются устранить последствия пожара Выбрасывают сгоревшую мебель Пытаются сохранить уцелевшую Материальный ущерб пожара еще устанавливается Суббота без 15.11 вечера Именно в это время сюда приехали сразу 6 бригад спасателей От 5 квадратных метров до 450 И все это за 2 часа Мы проезжали где-то минут 40 тому назад Ну как бы все начиналось Первые пожарные машины здесь уже начали появляться И перекрыли дорогу Просто вытяжки наверное не работали И третий этаж, детский этаж Детское кафе начало гореть и все Версия сейчас одна Вытяжка не справилась с накопившимся жиром Сначала загорелась мансарда Затем пламя перекинулось на игровую комнату К этому моменту детей в помещении уже не было На место выезжала также исследовательская пожарная лаборатория Для выяснения причины Сейчас дознаватели пожарной охраны продолжают свою работу Причина пожара Вспышка жиров в вентиляционной системе Во время приготовления пищи на углях В момент пожара заведение отдыхали 80 человек И работали 28 сотрудников Никто не пострадал До приезда спасателей гостей успели эвакуировать Все были выведены в течение 4-5 минут Не более все это заняло процесс Спокойно, без паники Мы пытались потушить своими силами Но без риска здоровья уже получают сотрудников А тем временем расследование продолжается За ходом работы следит прокуратура Ведь это место большого скопления народа Подобный пожар в 2011 году в баре Реприкона Унес жизни 4-х человек И пожар в субботу сразу после Кемеровской трагедии И жестоких проверок Хотя сегодня прокуратуре заверили Общепит непланово проверять не собираются Никаких проверок не будет Это пожар обычный Будут разбираться органы дознания МЧС По результатам делают выводы Пока мы из этого какую-то компанию По массовой проверке организовывать не намерены Тем временем руководство заведения Планирует в ближайшее время отремонтировать трактир И к лету вновь возобновить работу А во всех остальных сетях заведения Теперь главное безопасность Торговые центры хотят обязать Перенести кинотеатры и детские развлекательные комнаты На первые этажи зданий Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный По его словам сейчас готовится законопроект Работа должна быть завершена уже в весеннюю сессию Так что реорганизация торговых центров Может состояться уже в этом году Также как отметил парламентарий Госдумы собирается усилить уголовную ответственность По статье об оказании услуг Несоответствующих требованиям безопасности В Москве сегодня встречали грачей И спрогнозировали плюс 17 к концу недели После холодного марта идет стремительно теплый апрель По прогнозам МЧС уже в первую декаду апреля В Татарстан придет большая вода Только в Казани в зоне подтопления почти 400 домов Ана Городного продолжит тему Вот бровка Бровка и снега – временная мера Ручьи в поселке Салмачи уже набирают силу Юрий Дудин живет здесь 5 лет И каждый год готовится к худшему Гараж там низко Вот вся вода туда Первыми большую воду встретят жители Советского и Приволжского района столицы В зоне подтопления 13 квадратных километров А это почти 400 домов и 1200 жителей Подобные объявления уже через несколько дней Станут актуальными Паводок в столицу придет в первую декаду апреля Нокса, Казанка, Киндерка, Волга, Сухарека, озеро Чебакса Все они потенциально несут угрозу На юге-востока республики это река Ик 65 километров протекает через Ознакайский район А это больше 200 хозяйств Айдар Абдулин опасается за скотину Повыше места, скот там стоит И эти, корма тоже, где повыше туда В Казани паводок связан и с работой ливневок Прочищено 60% сетей Одна из главных проблем Недостаток средств на их содержание Мы продолжаем активно принимать бесхозные сети Которые исчисляются уже десятками километров Промышленные предприятия Отказались от содержания В городе на борьбу с паводком Выйдут круглосуточные аварийные бригады Подготовлена спецтехника Спасатели и волонтеры уже сейчас работают в частном секторе Помогают одиноким и инвалидам Дед, поработали мы тут У тебя с крыши скинули с кизырьком В Нижнекамске готовятся к самому плохому сценарию Прорыву дамбы Построено еще в 80-х Там до сих пор не было капремонта Может затопить более 40 тысяч садовых участков На реконструкцию нужно почти 800 миллионов рублей Источника финансирования пока нет В набережных Челнах сегодня проверяли систему оповещения Сирены установлены на крышах жилых зданий крупных организаций города Радиус Ревуна рассчитывается по его мощности И дается нам для установки от МЧС В Казани 35 речевых установок Но этого недостаточно Жилые массивы, малые клыки, сухая река, дружба Сориться на системе оповещения не оборудования Где терены не установлены А повещать об опасности людей будут с помощью патрульных машин С громкоговорящими установками и СМС-сообщениями Ледовые переправы закрыты для транспорта Инспекторы по маломерным судам провели проверку участков Рокчино, Верхний Услон и Зеленодольск, Нижние Визовые По результатам было принято решение о прекращении движения по льду Волги Весна идет в призыву дорога В России с 1 апреля стартовал набор на военную службу На этот раз могут призвать и из запаса То есть те, кого ранее признали ограниченно годными Могут снова пройти медкомиссию Если там ограничения признают незначительными Дорога в армию открыта Сколько татарстанцев этой весной получат повестки Узнал Дмитрий Аринин Почти половина тех, кому этой весной в Татарстане скажут годен Отправятся в ряды сухопутных войск Еще массово наших ребят ждут В военно-морском флоте, Воздушно-космических силах и ВДВ Всего в этот весенний призыв В повестке получат 18 тысяч татарстанцев Из них для службы отберут почти каждого шестого Возраст новобранцев, как и ранее, от 18 до 27 лет Новшество этого года призывники из запаса То есть те, кого раньше признали ограниченно годным Могут снова добровольно прийти на медкомиссию Когда они в свое время были призывного возраста И сумели получить вот эту вот негодность А когда он приходит устраиваться на работу Они говорят, нет, весьма недорогой Нас это тоже не устраивает И государство пошло навстречу этим ребятам То есть он переосвидетельствуется У него нормальное здоровье Мы его ставим на воинский учет, призываем на законных основаниях Он проходит службу И, пожалуйста, все дороги для него открыты Основной упор при наборе в армию будет делаться на призывниках старших возрастов И тех, у кого высшее или среднее профессиональное образование За работой призывных комиссий будут следить военные прокуроры Ну, военные прокуратуры, в первую очередь Усилия сосредоточены будут на том Это, конечно, на проверке законности решения призывной комиссии О призыве граждан военной службы Либо об отказе призывать вооруженные силы Иные воинские формирования А также доведение положенных норм довольствия На призывном пункте новобранцев должны переодеть военную форму Офисный комплект, соответствующий роду войск Также выдаются телефоны, банковские карты И набор призывника со средствами личной гигиены Первая отправка татарстанских призывников намечена на 18 апреля Призыв продлится до середины июля Срок службы, как и ранее, один год Дмитрий Ирин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань В казанской полиции новый начальник Полковник Александр Мещихин Его на деловом понедельнике сегодня представил городоначальник Начинал свою карьеру Мещихин в качестве оперуполномоченного В уголовном розыске Елабужского района Преподавал там в школе милиции Имеет опыт руководящей работы В должности начальника криминальной полиции Меделеевского района Последние три года возглавлял отдел МВД по Лениногорскому району Экономим время, деньги и ресурсы Сегодня в доме предпринимателя заработал день открытых дверей Одновременно консультирует 15 специалистов Минэкономики Республики Такой подход должен сократить время решения бизнес-проблем Некоторые вопросы выслушал и министр экономики Республики Фарид Абдулганеев Альбина Минибаева узнала, почему информация тоже может быть бесценной Здесь Александр работает по реставрации На данном облачном месте мы восстанавливаем современную мебель и перекрашиваем Мест мало, работы очень много Бизнес со стариной Сергей Загнойко завязал пять лет назад Тот случай, когда коммерческий проект стал еще и любимым Теперь антикварный антураж требует простора Коммерсанта Остается только узнать вовремя обо всех программах поддержки Обычно в моей практике, да, узнал уже от кого-то о том, что эта программа запущена Либо она уже закончена И уже, то есть, туда идти нет смысла То есть уже поздно Ну, по микрозайму вы можете проконсультироваться у меня А еще можно зайти к юристу, бухгалтеру, финансисту Принцип «все в одном месте» заработал в Доме предпринимателя И экономишь время, и экономишь деньги И грамотно направляешь своих специалистов для дальнейшей работы по перспективным проектам и задачам Юридические вопросы, финансовые консультации по ведению бизнеса в одном месте Сразу одновременно 15 специалистов в таком формате День открытых дверей будут проводить раз в месяц Некоторые вопросы озвучили и министру экономики Программа открытых дверей запущена параллельно с другими информационными каналами Так написать министру можно теперь и в МФЦ Цель максимум – больше решенных вопросов за минимум времени Проведен анализ той работы, которая у нас ведется Стандартизация тех запросов, которые обращается предприниматель И мы понимаем, что 80% обращений – это 20% вопросов Вот на них мы должны отрабатывать очень-очень быстро Это значит, что коммерсант должен владеть информацией раньше, чем через месяц Опередить стандартные сроки – вызов для специалистов в Минэкономике Альбина Минебаева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань Это новости Татарстана и далее выпуски Айда, выходи на эко-весну В Нижнекарске когда убирались, было прилично мусор, но сейчас я только начал Но мне кажется, тут будет намного больше Как убираться на велосипеде Узнал Салават Мухаммадуллин Что мы знаем об аутизме? Нам не очень нужна какая-то жалость, чтобы к ним так относились Просто нам нужно понимание Как особенные люди живут в обычном мире и готовы ли общество их принять? Лина Зинатолина Сегодня президент Татарстана Рустам Мениханов вручил ключи от 16 новых автомобилей экологам Мобильнее стали сотрудники территориальных управлений из Казани, Чистополя, Буинска, Нижнекамска, Ознакаева, Челнов, Аркска и Альметьевска Мероприятие стало официальным стартом акции «Эковесна-2018» В этом году она пройдет под лозунгом «Айда, выходи» По словам президента, новые машины помогут более оперативно выявлять нарушения природоохранного законодательства в Татарстане Самое главное зафиксировать все эти нарушения и виновные должны понести наказание Я считаю, что это очень правильная форма работы Тем более Роспроизводнадзор тоже, они говорят, что мы тоже хотим в этой системе работать Я думаю, что это очень правильно Вся система работает в режиме онлайн И самое главное, что нарушителя можно наказать, соответственно, штрафовать на месте «Эковесна-2018» пришла сегодня на Дубравную Здесь школьники повесили новые скворечники, собрали мусор на велосипедах и сделали первый шаг на пути в Крым Как выиграть туда путевку, теперь знает и Салават Махамадуллин Старайтесь развернуть на восток Пока взрослые вешают скворечники, у школьников выездной урок по окружающему миру Эти ребята специально к весне заготовили 130 коттеджей для птиц Нельзя, чтобы были такие штуки тут Нельзя, чтобы были трещины Такой благодарный пионерский возраст, 5, 6, 7 класс Они с удовольствием занимаются этим делом, и мы ждем птиц Мангал от шашлыков, шампуры, бумага ТОП популярных бесхозных отходов в лесу По опушкам набирается порядка на километр где-то 5-6 кубометров мусора, весь бутовой мусор Опираться в лесу можно и на велосипеде Да, да, вы не ослышались, на колесном транспорте, при спущенных колесах Это делается без проблем Кстати, желательно говорить об этом в соцсетях И получать за это призы Например, семья, которая чаще всех будет выходить на субботники И выкладывать фотографии с него под хэштегом Эко-весна получит путевку в Крым Лучшим муниципальным районом мы наградим детскими площадками По итогам семья, как я уже сказал, отправится на отдых в Крым Ну и полезные призы для школ и для детских садов Не за призы и не за признание На субботник приехал сегодня Артем Белык из Нижнекамска Девятиклассник состоит в движении «Будет чисто» А вот в Казани или в Нижнекамске больше мусора? Ну, не знаю, мы в Нижнекамске когда убирались, было прилично мусор Но сейчас я только начал, но мне кажется, тут будет намного больше Почему? Ну, потому что это столица, миллионник Сбудутся ли прогнозы Артема покажет экологический двухмесячник Он стартовал 1 апреля Его символом стал всем известный лебедь, который в прошлом году чистил озеро Кабан Слава Тухмадолин о мерзалише в ТНВ, Казань Нам нужна не жалость, а понимание Сегодня Всемирный день распространения информации об аутизме В республике с таким диагнозом 500 человек Что знает об аутизме татарстанцы и готовы ли общество принять особенных людей? Лена Зинатулина Улыбка пока без слов У шестилетнего Амира собственный маленький мир Узкий круг близких, привычная обстановка и распорядок Уже три года малыш занимается в реабилитационном центре Апрель С помощью методики ПЭКС, таким как он, здесь помогают для начала общаться с помощью специальных карточек Мама Амира делится, не всегда чувствует поддержку окружающих Потому что не всегда, конечно, у нас бывает такое хорошее поведение Бывают люди делают замечания, там, успокойте своего ребенка, вот как-то вот так вот Ну, нужно понимать, что есть особенные дети, что не все вот как бы такие вот Есть дети с особенностями Таких детей в республике официально зарегистрировано больше 500 Типичный признак закрытость от общения, но каждый случай индивидуален И важно вовремя не упустить симптомы Никакой реакции может быть на мокрые пеленки, то, что он голоден Вот эту реакцию родители воспринимают, как у них хороший ребенок Который спокойный, умненький, понимает, что мама занята, что не надо ее отвлекать Аутизм диагностируют, как правило, до трех лет, а первые признаки могут проявиться и во младенчестве Так что же мы знаем об этом диагнозе? Я не знаю, как он определяется, с таким не встречалось Они отрешенные от мира, у них другое восприятие всего Они настолько отличаются от других, что их можно даже назвать гениальными Два это сколько? Один плюс один Коммуникативным навыком и, конечно, базовым знанием с прошлого года Учит в особых ресурсных классах нескольких казанских школ Сейчас там 11 детей, с каждым работает не только педагог, но и персональный наставник Так готово ли общество принять тех, кто отличается? Если об этом будет больше информации для окружающих, то, возможно, да Большинство программистов в Силиконовой долине, ладно, не большинство, а 40%, это аутисты Тут вопрос этики и вопрос каждого из нас, мы их обязаны принять Лина Зинатольевна, Игорь Романов, ТНВ, Казань И сегодня Казань присоединилась к международной акции «Зажгла синие огни» В День аутистов подсветили фасады зданий, спортивных и торговых центров В соцсетях новый флешмоб Необходимо снять видеообращение, используя в кадре как можно больше синего цвета И выложить все это с хэштегом «Зажги синим Казань» Здесь одного внимания недостаточно, нужна материальная помощь Восьмилетнему Жене Судакову из Буинского района нужна операция У мальчика миопеи высокой степени и не хватает всего 50 тысяч рублей В семье такая сумма не посильна, мама и папа инвалиды Давайте поможем вместе увидеть мир в ярких красках Позади уже две операции, ему всего восемь, но в его глазах уже столько мужества и сил Он помогает маме и папе воспитывать двух своих младших братьев, оба родителя инвалиды С каждым днем зрение Жени ухудшается на счету каждая секунда Сейчас мальчик сам не может делать практически ничего Его глаза застилает туманная пелена Давайте поможем вместе Мы не раз обращались с такой просьбой Это Аделя из Зарска Спасение ее жизни стоило 900 тысяч рублей Такую сумму семье Шафиковых помогли собрать наши телезрители Благодаря им в феврале Аделя прошла лечение в Германии А это Данис из Буинска Его семья просила о помощи полгода назад Для операции мальчику необходим был специальный отхаркивающий аппарат После выхода в эфир сюжетов семья собрала 600 тысяч рублей Алсу Каюмова благодарит всех, кто услышал, увидел и помог Всем людям, которые услышали нашу мольбу, огромное спасибо У нас есть шанс на жизнь Женю Судакова ждут в Казани врачи На операцию требуется 50 тысяч рублей У семьи их нет, как нет средств на проезд И на проживание в столице Помочь им может каждый из нас Реквизиты банковского счета Семьи Судаковых на экране Ранис Ахмедшин, Алина Мусинов, Анис Хасанов ТНВ, Арск, Буинский район И к другим темам Не смешная, а смешная улица Появилась 1 апреля в высшей школе журналистики КФУ Под таким названием прошел день открытых дверей Речь шла не только о правилах приемной компании Но и о профессии так-таковой Какие двери открылись на смешной улице Лена Зинатулина Пока Универ ТВ предмет экскурсии Гости и сами в объективе студенческого телевидения А как еще, если вокруг одни журналисты Гидами по смешной улице Стали не только преподаватели высшей школы Но и практикующие журналисты Как попасть в профессию Школьники интересуются задолго до поступления в ВУЗ В прошлом году я закончила школу молодого журналиста Мне понравилась очень сильно журналистика И вообще все, что с ней связано Вот, и теперь я стараюсь участвовать во всевозможных конкурсах по журналистике И очень часто прихожу сюда Куда пойти работать? Какие навыки развивать, чтобы обойти конкурентов? Ответы школьники получили от недавних успешных выпускников Которые нашли себя в разных сферах От информагентств до мэрии города А учеба в высшей школе только помогает начать строить карьеру раньше Учиться по учебникам, даже очень хорошим, журналистике, медиа-менеджменту невозможно Это все должно сопрягаться с практикой Причем, опять же, со взрослой практикой Сразу ты выходишь в медийное пространство И сразу отвечаешь за каждое свое слово, за каждый свой кадр На встрече и потенциальные работодатели Представители республиканских газет и телеканалов Которые дали ответ на главный вопрос Какие перспективы сегодня у человека с дипломом журналиста? А был ли Йети? Снежный человек якобы появился в лесах Татарстана За неделю эта новость облетела интернет-издание страны Причиной стала известна телепередача о паранормальных явлениях Очевидцы из республики показали фото, где в кадр попал нечто сильно похожее на мифическое существо Стоит ли верить в татарстанского бигфута? Рамиль Шайдолин Новость о снежном человеке Дом Сырии Гатаулины обошла стороной Хотя в источниках и говорили об их Зеленодольском районе Сюжет о татарстанском бигфуте Несколько недель тому назад показали по телевидению На днях об этом написали и в районке О том, что снежного человека Видели летом на месте ДТП Но местные слухам не верят Были такие случаи, что выходили навстречу медведю Но никаких про снежных человек я не слышала Примерно возле такой лесопосадки камера и поймала необычный силуэт Якобы снежный человек вышел из-за дерева, но приближаться дальше не стал То ли он побоялся спугнуть людей, то ли не ети это был на самом деле Если кто и водится, то кто-то из коренных обитателей лесов В байку о ети не верит зеленодольский охотовед Виктор Хрычев За 20 лет в лесах не видел ни следа снежного человека А фигура на фото может быть медведем По крайней мере, размеры те же Я не знаю, как перепутать можно медведя от какого-то снежного человека Даже не знаю, может человек какой-то переодет В один миг их район чуть было не прославился как паранормальный Хотя кто-то не сильно удивлен Местные вспоминают, что 18 лет назад к ним залетало даже НЛО 15-20 секунд, наверное Потом осветило Вспышку давает Район обитания снежного человека тоже загадка В популярной передаче упоминается лишь то, что видели ети в 40 километрах от Казани А это может быть как зеленодольский, так и любой другой район Но татарстанские специалисты, изучающие неопознанные явления, говорят, что такое в принципе невозможно Дело в том, что для ети снежного человека татарстан не приспособлен У нас уже очень мало лесов Разве что можно где-нибудь на границе с Кировской областью В Кировской области, может быть, Мариэл и так далее Так был ли ети? И что хотела сделать фигура на фото? Этот смутный силуэт, считают уфологи, нужно исследовать не ученым, а скорее рекламщикам Как одно маленькое пятнышко может заработать столько внимания Рамиль Шайдулин, Евгений Максимов, ТНВ, Зеленодольский район, Казань Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас спорт и прогноз погоды До встречи в 21.30 Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз С клиника Кузляр Санаторий Чувашия Новинка Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта Урологии Йода-дефицитного состояния организма на основе питьевой минеральной воды Санаторий Чувашия Мир здоровья и красоты Всероссийский турнир по самбо памяти Накипа Мадьярова 7 и 8 апреля в спорткомплексе «Олимпийцы» Мы молоды и амбициозны Мы шаг за шагом идем к своей цели И победа не чуждает для нас слово Казанер Ксинтез Побеждаем в спорте Побеждаем в труде Сенсация! Пишите видеть 16 марта Открытие казанского цирка Зажигательный цирковой программой «Фиеста» К мечте ближе, цены ниже Новые дома, стартовые цены ЖК «Южный парк» 526-55-55 Добрый вечер Время новостей спорт на ТНВ В студии Алмаз Гафиатов Ради победы и зубов не жалко Хоккеисты Акбарса приносили в жертву Все, что можно во втором противостоянии Против трактора Проигрывая по ходу встречи Две шайбы команда не опустила руки И смогла порадовать своих болельщиков Хотя начало игры Акбарс явно провалил Команда пропустила Две безответные шайбы И терялась в некоторых моментах Даже игра в большинстве особо не ладилась Во втором отрезке матча Хозяев словно подменили Шквал атак в сторону ворот челябинцев Начал приносить свои результаты Даже судьи порой не успевали за скоростью шайбы Так взятие ворот Джастина Мазеведа Засчитали только лишь после видеопросмотра Под натиск соперников попал и Артем Лукаянов Нападающему Барса выбили сразу два зуба Такую цену пришлось заплатить за эту победу Итоговый счет 4-3 в пользу Акбарса Команды взяли путь в Челябинск После броска первого игрока Им был сегодняшний именинник Джастин Мазеведа С чем мы его и поздравляем С хорошей и красивой шайбой Который он попал туда же со второй попытки Снова не смогли удержать победный счет Футболисты Рубина играли на выезде против Урала Матч стал первым для нового стадиона Екатеринбург-арена Подготовленному к чемпионату мира После домашнего поражения в прошлом туре От московского Спартака Казанцы опустились на 11 место Обе команды перед этим матчем провели Двухнедельную паузу в чемпионате За пределами своих городов На 34-й минуте счет в матче Открыл новичок Казанцев Евелин Попов Но сохранить победные цифры На табло не удалось Боевая ничья 1-1 Сейчас в активе Рубина 28 очков В следующем туре 7 апреля На центральном стадионе Казани Рубин примет Грозненский Ахмат Рубин очень строго играл Они практически то, что даже со Спартаком Они играли, они прессинговали Там активно Здесь они как бы отходили И выстраивали оборону Мы за счет медленного движения мяча Мы не могли вскрыть И в завершении фигурное катание Сегодня в Казани на базе Дворца спорта Стартовало первенство России Фигуристы определят победителей В трех видах программы Одиночные, парные катания А также танцы на льду В соревнованиях примут участие Более 100 сильнейших спортсменов Из 20 регионов страны В числе участников и такие подающие Большие надежды фигуристы Как победительница Кубка России Анна Щербакова И бронзовый призер турнира Ксения Синицына Честь Татарстана на турнире Будет защищать сборная Команда Республики Из трех девушек и двух юношей И это все новости спорта К данной минуте Будьте здоровы И занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте Время новостей о погоде Спонсор выпуска Изготовитель корпусной мебели На заказ Данил Мастер Вам нужен шкаф-купе Качественный, недорогой По вашим размерам Данил Мастер Исполнит ваше желание Успейте заказать в апреле Со скиткой 20% Данил Мастер, Казань Восстание 23 Телефон 2-167-166 Ну что же А теперь поговорим о погоде Судя по всему В Республику Наконец-то пришла Запоздалая весна Хотя ночные температуры По-прежнему Сохраняются минусовыми А вот днем Стало гораздо теплее По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке Республики Будет ясно Без осадков До 5 градусов тепла На северо-востоке Татарстана Ожидается ясная погода Там температура воздуха Составит плюс 6 градусов На севере Республики Тоже ясно И до 6 градусов Выше ноля На северо-западе Ожидается перемена Облачность Без осадков И до 5 градусов тепла На юго-западе Республики Облачно Но без осадков И плюс 5 градусов В центральном районе Татарстана Ожидается ясная погода Там температура воздуха Составит плюс 5 градусов В последующие сутки В Республике Ожидается дожди В Казани будет облачное, без осадков и до 5 градусов тепла. Ветер южный и порывистый. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Магнитное поле земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.